Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я кандидат медицинских наук и занимаюсь лазерными технологиями в косметологии с 2008 года. И в этом видео мы разберем тему аппараты три в одном или специализированные, что лучше. Давайте начнем. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Какой аппарат выбрать? Два в одном, три в одном, восемь в одном или отдельные специализированные аппараты для каждой услуги. Как в одном типе аппаратов, так и в другом есть плюсы и минусы, и вам необходимо будет принять решение самостоятельно, исходя из конкретно вашей ситуации. Давайте разберем комбайны, совмещающие в себе несколько функций. Тут нужно понимать, что далеко не всегда то, что описано в оборудовании эконом-класса, выполняется этими аппаратами. Я предлагаю вам обратить внимание на то, чтобы у оборудования были объективные возможности выполнять эти функции. Чаще всего аппараты, которые совмещают несколько функций и действительных выполняют, имеют несколько разных насадок. Если у аппарата всего одна манипула и заявляется, что она выполняет 100-500 функций, то это необходимо подвергнуть сомнению и запросить технические характеристики и пояснения, за счет чего выполняется та или иная функция. Когда у аппарата есть много разных манипул и каждая насадка выполняет определенную функцию, то это более реальная ситуация. При этом основной блок выполняет роль питания, содержит систему охлаждения, управления и является базовым для всех насадок. Такие аппараты есть и их довольно много на рынке. Они действительно выполняют целый ряд функций. Чаще всего это совмещение фотовспышки, неодимового Q-switch лазера, радиочастотного воздействия, возможно ультразвукового и дальше возможны вариации на тему, что еще в такой комбайн могут добавить производители. Особенностью таких аппаратов является то, что у них один блок питания, одна система охлаждения, одна система управления, к которым подключаются разные манипулы. Какие плюсы у такой архитектуры оборудования? Первое, это то, что они компактные. Это не пять разных аппаратов в отдельных корпусах, каждый из которых занимает много места, а один корпус, к которому прилагаются несколько манипул. Это гораздо более компактное размещение и выгодно, когда площадь кабинета или клиники ограничена. Еще один плюс, это чаще всего экономия. Аппараты, совмещающие в себе ряд функций, стоят обычно дешевле, нежели несколько отдельных аппаратов по всем этим функциям. Это связано с тем, что если аппараты отдельные, то соответственно в каждый необходимо заложить свой блок питания, свою систему охлаждения, управления, экран и так далее. Поэтому, сделав один основной блок и подключая новые манипулы, сильно удешевляется производство. Компактность, мобильность и стоимость, это хорошее решение аппаратолога, когда он работает один, и нет необходимости проводить параллельно несколько процедур. Потому что если аппарат будет занят с одной манипулой в каком-то кабинете, то автоматически все остальные функции тоже будут заняты, и у вас будет ограничение, а это уже минус. Следующий минус это то, что если поломается основной блок, то вы теряете сразу 5-6 направлений своих процедур, пока не почините основной блок, и это уже риски. И третье, чаще всего в таких аппаратах все-таки экономят на качестве. Обычно в таких аппаратах возможности насадок слабее, чем у узкоспециализированных. Теперь давайте разберем плюсы и минусы отдельного специализированного оборудования. Прежде всего, из плюсов у каждого аппарата собственное питание, собственное охлаждение, собственный экран, управление, и соответственно, если поломается по какой-нибудь причине один аппарат, вы не потеряете все функции других аппаратов. Они автономны. Еще плюс, если аппарат занят в одном кабинете, или у вас несколько кабинетов рабочих, или несколько специалистов, то другие аппараты могут спокойно перемещаться, и вы не теряете время, и не простаивают остальные виды деятельности. Третий плюс. Обычно узкоспециализированное оборудование более эффективно и производится с более широким диапазоном настроек, и чаще всего с более качественными компонентами, направленными на выполнение одной функции. Теперь минусы. Это стоимость. Отдельные аппараты хорошего качества будут стоить достаточно дорого. Еще минус, это габариты и необходимость их размещения. Чаще всего они занимают больше места. Есть как плюсы, так и минусы в каждом типе аппаратов, поэтому выбирайте, исходя из ваших потребностей, ваших бюджетов и приоритетов. Напоминаю, что приобретать оборудование стоит только с регистрационным удостоверением Росздравнадзора. Это означает, что оно имеет разрешение к применению на территории Российской Федерации. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои вопросы в комментариях, а я постараюсь на них ответить. С вами был Виталий Микрюков.